Запись. Запись. Попробую поставить. Значит, всем привет еще раз. Меня зовут Сергей Чураков. Итак, наверное, вы видели недавно мой обзор про очередное разоблачение по поводу того, как один машинник пытался меня подставить. Кто видел вообще этот ролик? Я на этой неделе сбрасывал по чатам. Поставьте плюсик. Если не видели, я сейчас могу еще раз запустить. Так, Андрея Костя не видел. Хорошо, значит, я думаю, будет довольно-таки полезно всем посмотреть еще раз. Там есть такие технические моменты, когда я вычислял мошенника. Мошенника, кстати, уже заблокировали хостинг, и тот сайт уже не гуляет по интернету и не обманывает людей. Когда там идет чисто подстава от моего имени, то есть там используется моя фотография, и множество отзывов, когда я делаю разоблачение на этого же мошенника, именно по видеоролику, и там, видимо, отзывы писали. Он взял, значит, скопировал это все дело, сделали первый сайт, фишинговый, на хостинге от хостингера. И вставил это видео, подписал ссылочку на свой сайт, и типа от моего имени люди должны были идти и отдавать ему деньги. Давайте я включу этот видеоролик, там буквально несколько минут. Так, как здесь включить материалы, видео. Всем привет. И запуск. С вами Сергей. Вот так. Ну и в этом видео я буду делиться интересной информацией про очередное разоблачение, разоблачение уже себя. Значит... Поставьте, пожалуйста, брусики. Видно нормально, либо идет наложение меня на этот ролик. Якобы я тут показываю про защиту кошелька сто процентов, да? Сейчас, минуточку. Ну, на самом деле... Сейчас, встать чеку. На самом деле... На самом деле, наложение. Итак, мне скидывают... Скидывают вот этот сайт, Похоже... Флешпле, как-то... Похоже на это. Но... Один нюанс. А, во-первых, здесь... Стоп. Здесь все не кликабельное такое. То есть, комментарии были взяты с моего ролика. Вот это. Сейчас покажу. Так, так, так. Вот. Начнем с Игоря Секирко. Вот так. Вот он. То есть, вот это идет домен мошенника. Домен мошенника. И... Смотрите, вот это комментарии. Спасибо, спасибо, Сергей. Молодец. То есть, я конкретно рассказывал, что... Разоблачение шло, да? И... Вот он мой ролик. Молодец, молодец. Но это уже YouTube. Значит, это видео я еще снимал 11 сентября 2016 года. Сейчас у нас... Сейчас у нас... 17-й год, 8-е ноября. 8-е ноября. 8-е ноября. Стоит SSL-протокол. На сайте, который сейчас гуляет, вот этот, идет подставное видео. Протокол не SSL. Отсутствует, да? То есть, обычное HTTP. Дальше. Видео, которое вот здесь, которое вот здесь, оно... Не мое, на самом деле. Там не я говорю. Кликаем на него. Значит, что вам надо сделать? Что вам надо сделать? Что вам надо сделать, да? Надо вот так кликнуть на YouTube. Перейдем вот сюда. Дальше. Вот здесь. 3 звездочки. 3 звездочки. Кликаем сюда. Нажимаем «Пожаловаться». Кликаем. Я уже пожаловался. Прошла неделя. Прошла неделя. YouTube не реагировал. Это видео, это видео было загружено еще весной, когда мне скидывали люди. Я еще тогда пожаловался. YouTube не реагировал. YouTube с мошенниками не борется. Но, я вам так скажу, мой канал, который по легальному бизнесу, который приносит людям добро, и есть очень много положительных результатов, у моих клиентов, он был заблокирован. То есть, вместо моего канала, я сейчас вижу, вот, этот аккаунт заблокирован по многочисленным и серьезным нарушениям, условиям использования YouTube, в том числе, в отношении спама, банна, и введения в пользователь заблокирования. То есть, YouTube борется с легальным бизнесом. Вообще, я когда начал разбираться, там, черт что творится. Так, про вот это, то, что меня заблокировали на YouTube, я вам сброшу. Вы можете посмотреть на моем канале. Сейчас покажу. Вот это видеоролик. Вот, вот этот. Почему YouTube заблокировал канал с легальным компанией. Можете глянуть, я там все рассказываю. Три звездочки. Я еще раз напишу, это мой YouTube. Так, разоблачение обмана. Сайт. Все отзывы. А отзывов там много, все положительные. Итак, смотрим дальше. Вот он у нас, мошеннический сайт. Берем домен. Значит, что такое домен? То есть, не то, что после косой черты. Это папки. Домен это ху. Домен первого уровня. Пе. Домен второго уровня. Значит, мне нужно взять домен второго уровня. Я это копирую. Открываю терминал. Пишу такое слово волшебное. Voice. Voice. и вставляю. Вставляю этот домен. То есть, мне нужно узнать, где находится его сайт. Нажимаю Enter. Значит, мне программа Voice выдала то, что домен зарегистрирован вот здесь. Или вот здесь. Domain. Ху. Кликаю. Так, ссылочку. То есть, домен зарегистрирован здесь. Там он, там он, там он, там он. Пе. Ху. Набираю Ху. Оставляю Пе. Ху оставляю. Нажимаю вот это. Нажимаю вот это. Ввожу вот эту капчу. Так. Вот он домен пе.ху. Пе.ху, да? Где он находится? Нам нужны сервера. Name сервер Hostinger. Хостinger, хостinger, да? Зарегистрирован в 2008 году, аж. То есть, скорее всего, этот домен был куплен. Потому что вряд ли он недавно зарегистрирован и куплен он на кого-то там. Будапешт, вот этот номер телефона. Это не важно. Главное хостинжи. Идем на хостинжи. Идем на хостинжи. Вот он хостинжи. И здесь скорее всего будет поддержка. Сам вниз я опускаюсь. здесь наши контакты. Я уже просто сделал здесь сообщить об нарушении и дальше я пишу phishing, пишу имя, почту, домен сайт нарушителя. Сайт нарушителя вставляю. Здесь вставляю полностью. Полностью беру вот этот сайт нарушителя, копирую. Копирую и вставляю. и дальше. Здравствуйте. Мошенник сделал сайт похожий на YouTube и использует мое имя как разоблачителя на его обман как запятая и нажимаю отправить. А, еще прошу заблокировать. Прошу заблокировать. Отправить. Заблокировать. Спасибо. Ваше сообщение будет рассмотрено в самое ближайшее время. Ок. Все. Сообщил о нарушении. Теперь его домен должны вообще заблокировать. Ну, когда они разберутся. Надеюсь, вот этот хостингер хоть разберется в отличие от YouTube. Потому что YouTube это вообще какой-то кошмар. Нормальные каналы блокируют, а мошенников он развивает. Бред в пол. Итак, с разоблачения разобрались. Подписывайтесь на канал тогда. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Сергей Чураков. До свидания. Всем пока. Всем привет. С вами Сергей. Ну и в этом видео я буду делиться. Так, друзья. поставьте плюсики, если меня еще слышно. Отлично. Видео было сейчас видно или нет? Потому что Юра вроде не видел. А видео было видно? так, Юра видел. Хорошо. Там понятно, я объяснил, что здесь происходит, но в общем, я достучался до хостинга, до хостера, и мошенника этого блокировали. Ютуб, кстати, до сих пор не блокирует. То есть, я весь написал на мошенника, сейчас писаю на этого мошенника жалобы. Ютуб на это все как-то напоминает, поэтому не знаю, что с Ютубом делать. Ютуб борется только с самыми компаниями, но с мошенниками, с реальными мошенниками он не борется. Давайте я расскажу теперь некоторые моменты по безопасности. Значит, меня вы можете найти по вот этим доменам, это мои домены по разным компаниям. Значит, сегодня не связано будет ни с какой компанией, сегодня будет нейтральный у нас вебинар. Значит, основа безопасности. Звук крепит. Звук крепит. Так. Звук крепит. Сейчас я еще поставлю микрофон к себе. Сейчас лучше? Сейчас. Наверное, должно быть лучше. Может быть, уменьшить микрофон. Вот сейчас, наверное, получше будет. Значит, смотрите, что обычно люди защищают особо ценную информацию. То есть, это фото, это видео, которое вы когда-то сделали, и это уже не вернуть, если это будет зашифровано либо похищено. Это будут какие-то кошельки, это данные банковских карт и банковских счетов. и это возможно какая-то другая информация, то есть, какие-то ваши рефераты, какие-то ваши ценные документы. Значит, в любом случае делайте всегда бэкапы. И бэкапы храните не на жестком диске, а на внешнем жестком диске, который вы периодически подключаете к компьютеру и скидываете информацию. То есть, так будет более надежно, чем если вы все скинете на свой жесткий диск и в какой-то отдельный раздел закинете. Почему так? В этом году хакеры у нас вообще они и так активны очень сильно. И, значит, смотрите, по весне был большой бомб там Вара, Крей, потом было Петя, потом было еще что-то. И множество разных модификаций. Эти вирусы, они массово захватывали компьютеры, работающие под операционной системой Windows. Под другими операционной системой они не работают, эти вирусы. И что эти вирусы делали? Они просто вламывались в вашу систему и все зашифровывали. После этого вы видели окошко, несите столько-то денег насчет биткоина там, и возможно вам разблокируют. Я посмотрел информацию, мало кому что вообще разблокировали. Итак, какие варианты защиты вы знаете? Напишите, пожалуйста, дайте обратную связь, что вы знаете по защите в интернете. Или напишите, какие виды атак вы знаете. Кто что знает? Напишите пару слов. Никто ничто не знает? Ладно, хорошо. Хорошо, следующий слайд, смотрите, это как бы общий слайд я нашел в интернете, ну, это он показывает вообще суть в общих чертах. То есть, это мнение экспертов и мнение любителей. Также начнем по порядку, обновление системы. То есть, обновление операционной системы. Вот по Warcry, кто не обновился, тех, конечно, взломали. Это было как раз в феврале, марта, апрель, май. То есть, те весенние месяцы как раз были взломаны те операционные системы, которые не обновленные были. То есть, зачастую люди пренебрегают данной информацией и не обновляют операционную систему. Это очень плохо. Для чего разработчики выпускают обновления? Для того, чтобы защитить какие-то то есть, исправить какие-то баги, внести какие-то улучшения. Вот для этих целей делаются обновления. Сколько с партнерами по разным компаниям общался, зачастую вижу внизу висит такой значок у Windows обновиться и столько обновлений прилетело. Я говорю, почему ты не обновляешься? А я не знаю, потому что. Либо боится человек обновляться, но это надо делать. Бывают моменты, когда некоторые обновления не столь полезные. люди зачастую пользуются Windows и зачастую взломанным Windows. И разработчики операционной системы Windows естественно борются с этими пользователями и некоторые обновления выпускают, когда вы скачали это обновление и у вас все блокируется. То есть бывают такие моменты. В одном из видео на моем канале я как-то это все рассказывал. Значит обновления сейчас я вам скажу так сейчас минуточку сейчас я вам скину этот видеоролик какие обновления надо устанавливать какие не надо устанавливать. так все тормозит сейчас я зайду на свой канал и сброшу этот ролик так какие обновления а вот нашел скидываю ролик сюда значит посмотрите какие обновления надо установить какие не надо видео было сделано года два назад но актуальность до сих пор имеет место быть то есть то обновление просто не надо устанавливать которое предлагает windows там надо быть просто внимательным ну и принципе если его поставить под этим видео там найдете вариант как удалить обновление я все расписывал дальше использование уникальных паролей то есть эксперты говорят то да делать любители не надо значит что делают у нас зачастую любители они берут допустим на всех сайтах один и тот же пароль то есть это крайне не стоит делать либо берут допустим сайт perfect money и пароль утрированно говорю бабушка один дальше зашли вконтакте бабушка два зашли там в одноклассники бабушка три и это в общем тоже неправильно то есть когда одно и то же слово и плюс какую-нибудь цифру добавляет либо несколько цифр то есть это тоже легко вычисляем и дальше использование двухфакторной аутентификации это дело надо сделать опять-таки на сегодняшний день панацея про двухфакторную аутентификацию как бы отходит на второй план по той причине что можно вычислить каким оператором вы пользуетесь то есть есть такое понятие как социальная инженерия и когда вас вычисляют по каким-то поведенческим факторам по через пуфинг через трафик который вы используете то есть так называется метод рукопожатия когда вы находитесь здесь сервер к которому вы обращаетесь находится там а между вами проходит нешифрованный трафик и злоумышленник соединяется в этот трафик и вас прослушивают и там могут может злоумышленник взять ваши пароли и расшифровать рано или поздно может узнать ваш номер телефона и обратиться с липовыми доверенностями восстановить сим-карту и что произойдет злоумышленник вычислит ваш пароль имея уже сим-карту восстановленную а это у нас практикуется в стране у оператора Beeline это было можете поискать в интернете много мнений по этому поводу но Beeline конечно сливает опять-таки здесь многоходовая скажем социальная инженерия применяется вот смотрите когда вы приходите к оператору связи в салон восстановить сим-карточку предположим вы потеряли паспорт и допустим сделали либо доверенность нет у вас документов либо какой-то документ есть вы приходите к одному в один салон восстановите мне сим-карточку вас отшили вы приходите в другой вас отшили но это не значит что все специалисты работающие в салонах связи они такие грамотные бывает так что бывают там новички и приходишь в салон и вам без проблем восстановят сим-карту то есть вот так можно за чужого человека восстановить сим-карточку и получив пароль от электронной почты сделать обход двухфакторной аутентификации получив еще на телефон смс и войти в вашу электронную почту а там уже можно через ну далее вычистить вычистить все вот все кошельки которые к вам привязаны вот с этой электронной почтой все забирается то есть это уже было есть и наверное будет неоднократно следующий момент то есть использование двухфакторной аутентификации это не панацея на сегодняшний день дальше использование сильных паролей здесь множество разных мнений я видел читал на самом деле кто-то предлагает использовать допустим ну слово где-то четыре слова папа нижнее подчеркивание мама нижнее подчеркивание Вася то есть кто-то так предлагает можно так использовать кто-то предлагает использование буквенно-цифрового кода символов так 12 15 и более то есть когда вы используете большую букву и вы используете маленькую букву вы используете спец символы Это звездочка, решетка, кавычки, запятые, нижние подчеркивания и так далее. И все это вперемешку делаете. Ну и символов 12-15 делаете. Это тоже хорошо, опять-таки это тоже не панацея. Значит смотрите, здесь есть кто-нибудь из вас, кто сталкивался с веб-дизайном, то есть созданием сайта. Напишите, если есть кто-нибудь из специалистов. Если нет, напишите нет, либо минус поставьте. Так, судя по ответам, похоже нет. Значит смотрите, что происходит. Когда вы заходите на какой-либо сайт, регистрируетесь, вы оставляете свои данные, то есть логин и пароль. Значит, что происходит? Что происходит? Происходит следующее. В базе данных SPL будет отображение, даже не в базе данных, ну да, в базе данных, либо в логах будет храниться вот такая конструкция. То есть пароль хранится не в чистом виде, а пароль хранится в виде хэша. И будет логин. Что берет злоумышленник? Допустим, вы зарегистрировались на каком-то проекте. Супер-пупер проект, плачу 1% в день. И этот проект ломанули. Хакеры ломанули. Хакеры получают доступ к базе данных. Хакеры видят логин и ваш какой-то хэштег. Рядушком. То есть все идет с списком. Что происходит дальше? Вы думаете, вы установили очень сложный пароль. Либо, как у нас по привычке делается, какой-то простенький пароль и там циферки меняются. Это не важно, какой пароль в данном случае вы установили. Люди делают как? Во всех проектах. Один и тот же логин, один и тот же пароль. Поставили, это неправильно. И почему я вам скажу, почему. То есть, если злоумышленник взломал один из сайтов, на котором вы зарегистрировались, и везде используете один и тот же пароль, что происходит дальше? Вы думаете, что пароль надежный? Злоумышленник получает этот хэш и вставляет на вот этот сайт, crackstation.net. Через несколько секунд он получает ваш пароль. Хотя, по некоторым данным, этот пароль можно было подбирать якобы год, два, три, несколько лет. Но за несколько секунд из хэша злоумышленник получает пароль. И пробивает по возможным сайтам, где у вас есть кошельки, ваш логин постоянный, ваш пароль постоянный. И забирает ваши деньги. То есть, это один из способов. Поставьте плюсик, кто понял, что я сейчас рассказал. Дайте обратную связь. Замечательно. Андрей понял. Элевира поняла. Так, хорошо. То есть, везде надо пароли делать разные. Логины тоже можно разными делать. Дальше. Использование менеджера паролей. В принципе, можно использовать. Их много разных. Это XK Pass есть. Это может быть что-нибудь другое. Но самый лучший менеджер паролей, это, конечно, не электронный. Это вот такая вот тетрадка. Вот такая, где вы записываете логин и пароль ручкой. То есть, всегда дублируйте. Потому что в электронном виде, конечно, менеджер паролей это хорошо, но в тетрадке это надежнее. Дальше. Проверка на HTTPS. Вначале я поставил ролик и как раз показывал, что я проверяю сайт на наличие HTTPS либо HTTPS. На сегодняшний день, скажем, этот протокол также был взломанный. Я слышал, раза три его взламывали и подменяли. Опять-таки, использование, то есть проверка на HTTPS на сегодня тоже не является панацеей. Есть так называемая подмена ДНС. То есть, когда вы, когда злоуменьшенник обращается, то есть взломал ваш роутер. То есть, вы, вот смотрите, вы подключились к интернету. Вы уже являетесь в зоне риска. То есть, получается, так, тут рисовать можно, нет? Что-то я не вижу. Рисовалка. А, можно рисовать. Так. Как бы тут кисть. Так. Ну, допустим, вот тут место есть. То есть, вот здесь есть роутер. Там, с антеннами. Вы подключите, выходите в интернет через него. Либо это будет модем. и вот ваш компьютер. Значит, что происходит? Есть так называемая служба ДНС. Так, вот так можно написать. ДНС. Она настраиваемая, и у вас... Так, давайте так. Напишите, какими вы операционными системами пользуетесь, чтобы я про все рассказывал. У кого какая операционная система? Напишите, пожалуйста. У кого Windows, значит Windows. У кого Linux, у кого Mac. Потому что есть своя специфика у разных. Так, у Андрея Винда. У меня. Так. У кого? У кого. На лице. отвертая. У кого-то, у кого-то, и у которого, так windows хорошо значит windows есть настройка dns кстати по настройке dns я вам сейчас сброшу ролик по настройке dns будет полезен ролик виду не я но на моем канале можете поставить все закладки будет полезен если вы вдруг не получите случайно доступ каким-то сайтом вы заходите в настройки dns и будете dns google которые вот указаны вот в этом ролике так сейчас минуточку значит что происходит при подмене dns злоумышленник может сделать копию сайта допустим вконтакте взломав ваш сервер подменяет ваш dns который был указан на свой dns номер вы заходите на сайт вконтакте вы видите как бы официальный сайт вконтакте но получается это уже будет подмененный сайт из-за того что dns сервер будет злоумышленника поставлен там прописывается айпи адрес вы оставляете свой логин свою пароль эти данные уходят злоумышленнику а дальше вас пропускает на официальный сайт то есть это называется подмена днс я как-то попробовал попрактиковать видеоролики есть в интернете как это делается в принципе у меня даже это получилось для в качестве инструмента по для подмены я использовал такую дистрибутив из мира операционных систем linux называется калий linux то есть такая классная операционная система где множество инструментов есть для взломов для обнаружения каких-то уязвимостей то есть там можно все чего угодно делать через этот калий linux очень классная штука но довольно-таки сложная то есть там учиться учиться надо и ребята которые конечно произвели этот дистрибутив калий linux они берут очень большие деньги за обучение какие-то отголоски есть в интернете но это конечно не то многое дублируется и многое неправильное приходится читать инструкции и там все на английском языке и так дальше дальше опять вернемся к этой табличке так не делиться информации ну можно делиться можно делиться это не столь важно самом деле использование антивируса кто считает что антивирус он поможет защите от вирусов напишите плюс кто считает что это неправда напишите минус то есть если у вас есть антивирус значит это вот все гарантированно будет защита если нет значит хорошо андрей правильно написал то что нет наличие антивируса не является панацеей на сегодняшний день я вам так скажу у меня на компьютере уже полгода как нет антивируса то есть я им не пользуюсь потому что я не пользуюсь windows все вирусы пишется только под windows преимущественно все шифровальщики которые громко прогремели они были написаны под windows естественно на тех операционных системах стоял антивирус который благополучно пропустил шифровальщик и у людей потом были проблемы потому что было все зашифровано то есть антивирус не является на сегодняшние панацеи значит рекомендую к антивирус а еще использовать есть такие программы антималвари называется то есть они работают в паре то что антивирус пропускает антималвари right может найти опять-таки то что антималвария пропустит антивирус может найти но опять таки это не является панацеи надо быть внимательным На сегодняшний день я слышал то, что последние полгода, а кстати знаете такую программу Ccleaner? Кто знает такую программу? Под Windows очень часто используется для очистки операционной системы. Называется вот так. Ccleaner. Кто пользуется такой программой? Поставьте плюсики. Такая красненькая эмблемка с метлою. Программка. Андрей не слышал. Хорошо. Можешь посмотреть в интернете. Ccleaner принадлежит компании Avast, как я понял. И смотрите, буквально месяц назад я читал такую информацию. Сервера компании Avast, они были взломаны, в них был внедрен код злоумышленника, и те люди, которые скачали Avast антивирус, и те люди, которые скачали Ccleaner для очистки своей операционной системы Windows, они были уже заражены. И это продолжалось на протяжении полугода примерно. Чисто случайно специалисты компании Avast, они обнаружили внедренный код и закрыли буквально где-то в сентябре. То есть, вот вам наличие антивируса, который защищает ваш компьютер. То есть, антивирус можно использовать в качестве распространительного вируса. Поехали дальше. Использование Linux. Я, кстати, нахожусь, сейчас вещаю через операционную систему Linux, я на нее перешел, потому что она более защищенная по сравнению с другими операционными системами. Дальше. Использование проверенного программного обеспечения. Здесь надо, конечно, проверенное программное обеспечение использовать. Опять-таки, если вы пользуетесь Windows, зачастую вы уже установили заранее крякнутый вирус, крякнутые операционные системы и крякнутые программные обеспечения. Что такое крякнутые? То есть, когда вы там кряк, там кейген подбираете через определенные программы, вы уже устанавливаете на свой компьютер с операционной системой Windows вирусы. То есть, либо это вы будете уже в процессе, как запустили компьютер, включили, вы, может, злоумышленник, через вот эти вшитые закладки, использовать ваши мощности компьютера для, например, добычи биткоина, либо другой криптовалюты. Это может быть использовано в ваших вычислительных мощностях для участия в так называемой botnet. То есть, botnet это когда множество миллионов компьютеров участвуют в одном мощном вычислительном процессе и зачастую, так скажем, наши доброжелатели, которые бесплатно раздают программное обеспечение, скачай, допустим, Photoshop и вот вам кряк. Таблетка присутствует. Вы скачали, и вы уже с большей долей вероятности уже установили себе определенные уязвимости. Вот. Поэтому я говорю, я перешел на Linux по той причине, что я не использую крякнутые программы, то есть, там все бесплатно и гарантированно без вируса. Дальше, следующий момент, быть подозрительным ко всему. Это очень важный момент, если вы получаете подозрительные письма. Быть внимательным при переходе по этим письмам. Дальше. Потому что бывают фишинговые письма, они очень распространенные, когда идет подмена как бы официального сайта компании, либо официального кошелька сайта на какое-то другое. Там буквально одна буква может отличаться, либо несколько букв. Вы внесли свои данные, и злоумышленник забрал ваши данные. Все. И вы потеряли свои деньги, если это был кошелек какой-нибудь. Так, посещение только знакомых сайтов. Тоже распространенное мнение среди севетевиков. Я хожу только на определенные сайты. На самом деле, сайты для этого делаются, чтобы по ним ходили. То есть, можно ходить вообще по разным сайтам, но быть внимательным. Изменение паролей. Иногда полезно менять пароли, иногда нет. То есть, если вы меняете пароли, и на вашем компьютере установлен какой-нибудь кейлогер, то есть, это такая программа, внедренная в вашу операционную систему, которая следит за тем, что вы набираете на клавиатуре. То есть, набираете любые клавиши, эти клавиши все записываются, и, соответственно, записываются сайты, по которым вы ходите, и отправляются в злоумышленнику. То есть, если вы поменяете пароль где-то, значит, эти данные могут быть слиты злоумышленнику. И дальше еще распространено мнение, удаление куки файлов. Куки ни на что не влияет в этом случае. Так, следующее. Где вы можете себя проверить, если вас слили со условного сайта? Заходите на вот этот сайт havebinpowered.com вводите свою электронную почту, и система вам выдаст. То есть, если вы нашли себя, то рекомендуется сменить пароль. Но опять-таки, смотрите по датам. Вот, допустим, я свою электронную почту сегодня проверил, были сливы на Yahoo, были сливы ВКонтакте, и были сливы, там, где-то на Dailymotion. Там несколько миллионов e-mail было просто слито. И включая, мне показалась система. То есть, зайдете на вот этот сайт и себя проверите. То есть, я вам рекомендую. Если вы себя нашли, то рекомендую поменять логин и пароль. Так, следующее. Это я вам рассказал. Это я вам рассказал. Теперь смотрите по популярности операционных систем. То есть, самые популярные операционные системы, они, естественно, в центре внимания хакеров. Они, естественно, хакеры стараются их взламывать. Самые популярные у нас Windows 7 и Windows 10. Сегодня мне Юра Голдман рассказал новости, где-то он слышал по радио. Windows 7 взламывается за несколько секунд, Windows 10 то же самое взламывается. То есть, это не панацея по поводу защиты. Windows 8, вот все, что связано с Windows, они взламываются. Mac, OS и Linux, они более защищенные, потому что они имеют некоторые общие, скажем, моменты. То есть, они изначально пози... Как бы, ихний прадедушка, ихний прадедушка являлась операционная система Unix. То есть, они Unix-подобные, и там система защиты, она более продумана, нежели в операционных системах Windows. Кстати, эти данные за сентябрь, и впервые в истории доля пользователей Linux, она, конечно, превысила даже долю пользователей Windows, Mac, Mac OS. И эта доля постепенно начинает расти. То есть, люди начинают просыпаться, и переходить на более защищенные операционные системы. То есть, это все дело времени. Итак, на сегодня я вам рассказал, какие варианты есть атак, где можно посмотреть, если вас слили уже. Скажите, пожалуйста, все ли было понятно, какие есть вопросы? Давайте пишите вопросы, и я буду отвечать. Всем все понятно? Вопросов нет? Там, Андрей, все понятно. Так, ну, хорошо, друзья. Раз все понятно, Эльвиро понятно. Хорошо. Хорошо, хорошо. Windows 7? Нет, в принципе, Windows 7, она нормальная операционная система, я довольно-таки хорошо пользовался долго. По сравнению с Windows 10, она как бы... Там меньше встроенных систем по отслеживанию вас, Windows 7. А Windows 10 там вообще там... Вы как на ладони. Там все просвечивается. Что вы делаете? На какие сайты ходите? В общем, там система слежки просто вшита шикарно. Я бы вам рекомендовал, значит, смотрите, не то, что сносить, то есть, если вы привыкли к Windows, значит, не пользуйтесь Windows. Есть система, скажем, виртуализации. Значит, что это такое? Может, слышали такие программы, как VirtualBox, VirtualBox, VMware, Oracle, VMware, VirtualBox и VMware Player. Давайте вон тут напишу, как оно там пишется там, VirtualBox, VirtualBox, VirtualBox и VMware, Vmware Player. Vmware Player. Vmware Player. Правильно? Vmware Player. вроде правильно написал попробуйте скачайте себе вот эти либо виртуал бокс и глоба и player они в принципе идентичны суть в том что вот эти программы они позволяют вам установить виртуальную машину для чего это надо допустим установили на виртуалку какой-нибудь легкий linux и используйте его для входа кошельки если вам залезли через windows у вас там находится кейлогер вы запускаете допустим виртуал бокс открываете установленную операционную систему пусть это будет линукс пусть это будет другой windows но как бы не очень хорошо будет лучше linux они полегче они меньше ресурсов живут дальше заходите в браузер и выведите там логин пароли от кошелька и злоумышленник через windows он не пробьется в вашу систему виртуализации то есть как вариант дополнительной защиты я кстати так использую иногда ну думаю что защищена еще я видел неплохой вариант виртуализации у антивируса комода долгое время пользовался когда был на windows у них там есть виртуальный рабочий стол то есть сам антивирус бесплатную версию скачали и когда вам нужно допустим зайти в банковский счет вы нажимаете виртуальный рабочий стол у вас открывается вообще новый рабочий стол в самой операционной системе windows и вот этот рабочий стол он изолирован то есть там кейлогеры должны не работать и там много какие функции отключены то есть там как-то не продумали блокировку и открываете браузер и вводите свой логин пароль от того сайта где у вас есть какие-то деньги чтобы эти данные не были скомпрометированы то есть вот это вам тоже рекомендую использовать если вы на windows дальше на windows рекомендую поставить такие программы как файрбой и сделать запреты на исходящие соединения либо разрешить определенным программам чтобы программы могли работать так друзья еще есть вопросы пожалуйста вот есть еще смотрите варианты какие допустим можно зашифровать домашнюю папку опять-таки с шифрованием домашней папки под windows я что-то не припомню такой вариант но возможно она есть потому что под линуксом у меня домашняя папка зашифрована как я сделал у меня есть один мощный компьютер так мощные 7 лет назад это когда-то был мощный сейчас это уже слабо по сегодняшним меркам и есть старенький нетбук на нетбуке стоит операционная система у меня сейчас ботхи линук стоит операционная система ну там windows вообще не работает потому что он не тянет просто не тянет ноутбук он слабенький а вот линукс он работает он просто летает таки с притормаживание и мне нужно на втором ноутбуке работает значит мощный вычислительный процесс и запустить как я делаю я на основном компьютере который меня помощнее установил такую программу называется из 2 гола и по сервер то есть эта система эта программа позволяет сделать терминальный сервер и с того компьютера с другого с маленького там становится x2 гола клиент у меня жена входит открывает этот клиент вводит свой логин и пароль от пользователя который находится на основном компьютере и ходит оттуда в этот компьютер за которым я сейчас вещаю и может запустить любую мощную программу то есть это тоже вариант хорошо использовать опять-таки из-за того что доступ идет через интернет к пользователю который находится на своем компьютере этот пользователь это есть домашняя папка пользователя она зашифрованная и когда смотрите тут есть очень сильное разограничение прав от виндовсе это слабо развито то есть там вообще никак не развито в виндовсе я пытался сделать подобную схему но такой защищенности там нет то есть я могу сделать несколько пользователей в виндовсе можно тоже настроить такой терминальный сервер опять-таки опять-таки там не шифруется домашняя папка и я спокойно видел что делал другой пользователь то есть получал полностью доступ ко всем файлам умея доступ к тому пользователю в линдоксе из-за очень жестких разграничений прав доступа и плюс еще зашифрованности домашней папки можно получить доступ может к этой домашней папке где у вас все файлы принято доступ получить только тот пользователь который имеет логин и пароль больше никак и допустим мы друг друга с женой а когда там одновременно работа мы друг друга просто не видим у нас запреты стоят блокировки но если я допустим выйду из своего пользователя и выберу ее аккаунт войду в ее аккаунт то есть так возможно в общем наговорил много чего вот это уже из сферы администрирования так друзья ну вот сейчас мы с вами пообщались а еще есть вопросы какие-нибудь ко мне пожелания может еще чем-то рассказать в ближайшее время пожалуйста ну хорошо тогда на сегодня закругляемся вот в следующий раз я пока еще не знаю когда проведу вебинар ну наверное пора мне вебинары начать проводить сегодня давно не проводил вебинар такой сумбурный получился надо восстанавливать всю практику хорошо давайте друзья тогда прощаться до следующих встреч следите за новостями в чатах вот буду что-нибудь рассказывать интересно хорошо всем до свидания всем хороших выходных заканчивающихся будьте внимательны кликаем на всякие ссылочки где вводите свои пароли и не попадайтесь на локду мошенников всем пока до свидания подпадение до 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 Продолжение следует...